приступаем получается к третьей серии потому что как оказалось я забыла удалить забила всю память в камере зарядить то зарядила но не удалила но давайте следующие следующие две я покажу два продукта но без коробочек отдельно покажу коробки но чтобы как бы знаете объем не здесь не делать в камере коробочки я вот так покажу и спрячу тоже долго думала куда отнести такую сверкалочку это вроде как и румяна и хайлайтер и ну в общем сверкалочка такая смотрите какая красота тоже подарок от которого я просто в восторге смотрите но скорее хайлайтера можно отнести вот видите но с другой стороны например вот этот оттенок он идентичен морякой сверкает так сверкает такая красота отнесем вот сюда поставим пока это же красивый хайлайтер со сверкалочкой тоже можно было вот потом отнести в двушки в трешке но я решила сюда это вот такая красивенная просто шоколадка тоже подарок это все не деночка прислала такие оригинальности так зеркало мы с вами сразу уберем и вот такие два оттенка тут прям чистый хайлайтер а здесь румяна сверкалка тоже как хайлайтер можно использовать ну можно давайте вот здесь я вам покажу вот видите прямо очень очень симпатичные красивые оттенки тоже можно и сюда и сюда отнести то есть получается вот хайлайтера сверкалочки они ну как бы в одной линейке идут далее а дальше давайте посмотрим еще несколько таких сверкалок которые я не знаю куда отнести первое от рината называется она вообще пудра в шариках рината и вот тут название даже есть артикул давайте покажу тоже знаете вот так вот подсвечивает красиво кожу вот видите о чем я то есть вроде и пудрой в то же время она сверкает так вот пальцем ее не набрать ее тоже нужно как все шарики кистью но видно что она светится вот дает такой здоровый эффект свежий отдохнувший кожи вот такая красотуля у меня есть еще от ринаты поставлю сюда и аж в двух вариантах так как я боялась что вдруг закончится от faberlic это вот такая вот сейчас вы увидите что за пудра артикул 61 49 эту я кладу сюда вот у меня она есть в наличии сейчас мы с вами откроем и посмотрим она была с горкой у меня сейчас плоская она видно да что вот и и практически тут уже по дну я размазываю очень люблю вот эту вот основу как на загорелое лицо середины лета я и пользуюсь до почти конца осени пока хоть какой-то загар на лице есть но впоследствии ее можно использовать уже просто как скульптор как как брон как бронзер такая вот тоже красивый эффект дает нравится все вот все что касалось таких сверкалочек я вам наверное уже все показала и теперь конкретно к бронзером скульптором переходим наверно много да это считается но конкретно вот хайлайтеров у меня не так много их вот тут три и здесь один четвертый а все остальные такие хайлайтеры сверкал очки но в любом случае это хайлайтеры да так что тут скульптор что бронзер я по ходу постараюсь разобраться но обычно я оговариваюсь часто вот пудра для лица вообще называется бронзирующие с матовым эффектом получается это я вам показываю бронзер вот такой красивый от лавель кажется так лавы оттенок медиум у них более рыжий еще был и белая пудра есть но мне понравился больше вот этот молочный оттенок дает неплохой симпатичный даже чуть-чуть он уходит в желтизну но мне это нравится от иван у меня есть вот такой вот тоже бронзер не знаю как он тут называется 22 грамма на несколько поколений хватит вот не буду я его тут тестировать там что у меня с собой нет кисти но видно что многие шарики маленького размера потому что когда пользуешься они уменьшаются в размерах и только благодаря их размеру видно что уже пользуешься продуктом от фаберлик вы знаете люблю я этот продукт тут получается как бы и скульптор и бронзер бронзант называется солнце малибу его сейчас нет но я использую так сейчас я пальцы ототру то я забыла это сделать ну и давайте смотреть два оттенка вот прям такой сверкалка но это скульптор можно их смешивать тут единственный минус бывает вот этот вот замыливается большой оттенок сверкалка симпатичная но этот нужно более как-то активно но почистить можно скотчем можно еще чем-нибудь но такой знаете вот спокойный оттенок им не переборщишь когда кистью набираешь он набирается неплохо то есть он дает тень и поэтому я не часто его очищаю потому что в принципе то то что надо он делает следующая любовь с первого просто применение это от аллочки из минска приехал так я пытаюсь название увидеть пудра скульптор и название на тут видно узнаете так он мне понравился вообще я белорусскую косметику оценила вот в полной мере тут и оттенок серым таким потоном отличный вот смотрите если первое в рыжину уходит то этот в серый потом он очень красивый день дает на лице скульптурирует замечательно одни восторги следующие два скульптора не могла я себе отказать в обоих первый я на белорис заказывала в оттенке 201 это компактный скульптор от эстрады мне очень понравился он так понравился но вы видите насколько понравился что он у меня является даже с ямочкой таким продуктом который в использовании так активный видно да вот даже этот оттенок на фоне других и второй скульптор который я заказывала позднее в оттенке 208 них вообще три оттенка европа азия и и вот не помню чего там третье кроме азии я взяла двое остальных потому что они в принципе российским девушкам подходят вот они между собой схожи только один чуть темнее другой чуть светлее может быть здесь есть название пытаясь вспомнить не вижу так быстро не вижу вот ночью вот такие скульпторы и последнее что я как вам вот тональных средствах показывал отказали тут аж 10 грамм тинт так не вижу тут бронзер это бронзер но тут прямо рыжий рыжий вот смотрите какой оттенок устрашающий вот я его заказывала на фарма косметики когда с ними сотрудничал ну тут прямо вот кирпичик затем у меня больше лежит для коллекции редко редко я воспользуюсь бывает прямо чуть-чуть совсем капельку даже в косметичке он у меня практически не попадает потому что такой оттенок сложноватый посмотрели мы с вами и это и сейчас переходим к последним палеткам которые уже действительно палетки там двушки трешки все эти средства где собраны вместе ну что ж осталось для них у нас местечко мы так чуть-чуть сдвинемся с вами и я сдвинусь цветочки тоже давайте следующее смотреть так давайте стрешек начнем очень оценила от essence я вот эту палетку 10 оттенок она называется так надо хайлайтер и она такая знаете прямо если вы не умеете делать макияж или только учитесь она хороша будет если вы не хотите переборщить хотите более естественные оттенки то вот смотрите она для вас ничего не переборщите в то же время здоровый цвет лица и приятное такое свечение вы лицу дадите такая красавица следующая тоже трешечка тоже люблю но тут уже в других в другом составе тоже от essence тоже оттенок 01 у essence очень много лимиток и у них чаще всего оттенок 1212 так видно да румяна бронзирующая пудра и здесь даже есть как и что куда наносить ну смотрите вот этот румяна считается и вот эти румяна а вот это бронзирующая пудра прям совсем светлые они вот эти светлые хороши как бы знаете для перехода либо если переборщили можно чуть-чуть смешать и убавить но палетка достаточно яркая пигментация хорошая и она не надо сильно на нее давить то есть у essence часто продукты такие что дотронулся и он продукт тебе отдал не надо уговаривать знаете так как я сейчас пыталась от faberlic да от faberlic артикул 6073 это ихняя палетка которая одним нравится другим совсем не нравится она немножко замыливается видно по оттенкам но здесь очень даже неплохой по оттенку скульптор ну вот в моем случае ведь он сейчас замылен его мы сейчас его размылили румяна то есть когда продукт не замылен он работает хорошо и хайлайтер ну вот мы с вами его тоже почистили не надо тут прям сильно чем-то работать чтобы освободить или чтобы она размылилась вот видно прямо спокойные оттенки хайлайтер очень деликатный румяна сами видите можно и поярче сделать можно побледнее по скульптор и скульптор он сильно яркий и не должен быть моя самая древняя старушка от faberlic которая находится в проекте project pen она у меня последний из проекта осталось очень жаль что faberlic сейчас не делает вот такие лампа мешает да но вот эти вот красивенные дизайны вот вот очень жаль что они сейчас не делают здесь очень неплохой скульптор до пудры сложно добраться а хайлайтер это сплошные блески я этот хайлайтер использую если честно только как тени скульптор отличный пользуюсь прямо активно а это просто обычная пудра и ей можно когда уже все закончится воспользоваться так вот видите да ну я думаю в проекте максимально я все равно с ней справлюсь следующая трешка это у меня новинка иван люкс мне прислали не тот оттенок потому что были артикулы перепутаны в оттенках в самой в самом каталоге поэтому мне приехал вот такой мне хотелось другой немножко их можно смешивать между собой ну вот давайте я вот так покажу надо бы мне уже сводчат стереть а то мы с вами сейчас придем уже ничего не видно ну вот чего тут одно увидели давайте вот это что ли еще пытаюсь поярчит который найти но в общем ничего не видно и давайте его попробуем смешать потому что не девочки ну ты хотя бы смешивай как я нанесила может правда лучше вот как румяна видите более-менее наверное я его буду вот как румяна вот такой отнесить и наносить смотрите оттенок получается очень даже неплохой вот давайте к румяном тогда и отнесем чудо средства сейчас я сотру руку чтобы в районе шеи уже вам показывать сводч чувствую я тут вся в кадр уже залазили так еще тут у нас три палетки далеко не разбегайтесь еще осталось немножко от марк это одна из последних аж 10 грамм в ней оттенок давайте попробуем вот так посмотреть все отсвечивает эту палетку я очень люблю мне очень нравится и румяна и вот этот хайлайтер достаточно яркие деликатные при этом то есть хотите переборщить переборщите не хотите сделаете аккуратно вот видите хайлайтер если разносить он не будет белым пятном он будет очень красивое подсвечивание давать ну вот видите сейчас попробую переборщить румянами чтобы вам было видно просто я уже настолько саму руку замылила что плохо видно вот так ну отличное вот это средство но мне нравится давайте сюда следующая тоже от эйван это трешка она мне по каким-то там баллам доставалась сейчас я пытаюсь пальцы терять сейчас по моему и и даже нет мне кажется вот как раз видите вот это вот это вот изменили из этого сделали более дорогой вариант в линейке люкс правда я тут уже намесила так что он не узнаваем но сейчас я вам вот так покажу мне кажется я наверно хотела вот такой оттенок снова заказать а мне приехал такой они очень похожи только теперь подороже стали ну давайте этот посмотрим я думаю что второй оттенок то был вот такой который ко мне не смог приехать куда нанесем его надо пользоваться тут с блестками вот этот хайлайтер его самого практически не видно зато блестки по всему лицу такой не очень удачный и последний скульптор от мэйбелин мастер скульпт периодически беру в косметички в оттенке 01 лайк медиум так и вот так он смотрится хайлайтер тут очень деликатный только идет на видео болтается а скульптор тоже не переборщите куда нанесем давайте вот здесь тоже такие спокойные оттенки единственное что если вы хотите свечение от хайлайтера от него практически его нет больше высвечивание зоны то есть просто подсвечивает зону дает такое свечение пользуюсь не часто но все равно я не знаю вам видно или нет но тут небольшие углубления то есть по чуть-чуть убывает ну давайте сюда вот такая у меня горка средств для украшения лица то есть румяна ну я не буду перечислять вы сами видите только что в двух аж сериях посмотрели наверное решимости моей хватит следующая серию сделать с помадами или блесками то есть приближаемся мы к губам ну и тени я оттягиваю на последние серии потому что они самые сложные их очень много и с ними знаете за полчаса не закончите тем более я сама как я же не только блогер я и подписчик если я смотрю подобные ролики у девочки блогеры если кто-то досматривает до конца если есть место куда складывать мне очень нравится например не просто так вот показали убрали а когда это все перед тобой лежит одно дело место нет но если есть место то раскладывайтесь так чтобы было все видно и она вот прям глаза радовала и мы могли еще и наслаждаться вот общем зрелище но я буду уже прощаться такое лирическое было отступление всем приятного времени суток надеюсь со мной было интересно и всем пока